Всем привет. В этом видео я вас научу как вязать вот такой цветок крючком. Цветок состоит из отдельных элементов. Это листики. Затем сам цветок. Сердцевину мы также будем вязать отдельно. Как все вязать я вам сейчас покажу. Мастер-класс по листикам я совсем недавно делала. Ссылочку дам в описании к видео. А сейчас я вам покажу как вязать цветок. Ну начнем с того, что цветок лучше вязать из пряжи потолще. Тогда он будет более эффектным. Вот это у меня летняя пехорка. Крючок на 2,25 миллиметров. Но это китайский крючок. Он немножко отличается. Часто крючки одинакового размера, но номера у них разные. Поэтому берите тот крючок, которым вам будет удобнее вязать. Опять-таки я говорю, что нитку лучше взять потолще. Из тонких ниток получаются такие куцые цветочки. Некрасивые. Итак, делаем первую рабочую петлю и набираем цепочку из 35 воздушных петель. 35 воздушных петель. Вообще самое главное тут в цепочке, чтобы количество петель было нечетным. Но по такому же принципу вы всегда сможете связать и розочку. Чем больше количество петель вы набрали, тем розочка получится более объемным. Но мы сейчас вяжем не розочку, поэтому 35 петель нам будет кстати. Теперь крайнюю петлю нужно чем-нибудь отметить. Если вы давно вяжете, можете этого не делать. А начинающим я советую всегда помечать петельки. Вот я отметила маячком крайнюю петлю. Можно использовать просто цветную ниточку, булавку, все что угодно, лишь бы вам было понятно. И теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1 2 3. Затем еще одну воздушную петлю. Накид. И в отмеченную петлю провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли подъема. Еще одна воздушная петля и столбик с накидом. Накид. Пропускаем одну петлю. Заводим крючок во вторую петлю и провязываем там галочку. А именно столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Все это провязываем в одной петлю. Вот такая галочка у нас получилась. Накид. Снова снизу пропускаем одну петлю. Заводим крючок во вторую петлю и провязываем там столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Все готово. И так нужно провязать всю цепочку из воздушных петель. Заводим крючок во вторую петлю, провязываем там столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. И, как я уже сказала, провязываем так всю цепочку из воздушных петель. Накид. Заводим крючок в 1, 2, во вторую петлю и провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Сейчас вы заметите, что вязание немножечко будет закругляться. То есть не прямой линия будет, а немножко может заворачиваться. Так и должно быть. На это не обращайте внимания. Ну, а мы продолжаем вязание и провязываем в каждой второй петельке столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Довяжите так всю цепочку до конца. Я вам покажу, как закончить этот ряд. Итак, вот что у нас с вами должно получиться. Поглядите. И должно остаться в конце всего 2 воздушные петли, не провязанные, для одной галочки. Делаем накид. 1, 2. Вот она, вторая и самая последняя воздушная петелька в цепочке. В ней провязываем галочку, столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Все. Первый ряд у нас готов. Вот какой он получился. Видите, немножечко вот так закругляется. На это не обращайте внимания. Вяжем новый ряд. В начале ряда мы провязываем 3 воздушные петли подъема. Затем будем вязать только под воздушными петлями предыдущего ряда. Делаем накид. Заводим крючок под воздушную петлю и провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. И под этой же воздушной петли провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот что должно получиться. Накид. Заводим крючок под следующую воздушную петлю и провязываем там. Сначала 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем 2 воздушные петли и снова 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Посмотрите, что у нас получается. Теперь под следующей воздушной петелькой точно так же провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И еще 2 столбика с одним накидом. Вяжем только под воздушными петельками предыдущего ряда. Там, где у нас столбики с накидом, эти петли просто пропускаем. Снова нашли воздушную петлю. Заводим крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Вот такой простой ряд. Давайте его довяжем до конца. Под каждой воздушной петелькой ряда предыдущего нужно провязать элемент. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И так все-все-все воздушные петли нужно будет провязать. Вот они наши воздушные петли. Вяжем только под воздушными петлями. Довяжите так до конца. А дальше как вязать я вам уже покажу. Посмотрите, вот какой ряд у нас получился. И вязание еще больше стало закручиваться. Этого мы и добиваемся. Поэтому не пугайтесь. Просто сейчас продолжим вязание. Итак, вяжем новый ряд. Будем вязать также под воздушными петлями и между нашими элементами. В начале ряда делаем одну воздушную петлю подъема. И в вершинку первого столбика провязываем 1 столбик без накида. Теперь делаем накид. И там, где у нас воздушные петли, нужно будет провязать 7 столбиков с одним накидом. Под двумя воздушными петлями провязываем 7 столбиков с одним накидом. Итак, вот тут можно пересчитать, чтобы было точное количество. 7 столбиков с одним накидом. Дальше. Между двумя столбиками нижнего ряда нужно провязать столбик без накида. Поглядите, вот у нас элементы. 2 столбика с накидом. Воздушные петли, 2 столбика с накидом. А между вот этими элементами мы будем вязать столбики без накида. Прямо между двумя столбиками заводим крючок и провязываем столбик без накида. Все, один лепесток у нас у цветочка готов. Накид. Снова заводим крючок под 2 воздушные петли и провязываем там 7 столбиков с одним накидом. 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А между элементами мы провязываем столбик без накида. Как бы соединяем наш лепесток. Снова 7 столбиков с одним накидом. Так, 7 столбиков с одним накидом. И между элементами по одному столбику без накида. Заводим крючок и провязываем. Вот такие лепесточки у нас красивые получаются. Вот теперь видно, почему мы используем объемную пряжу. Если бы мы вязали из тонкой пряжи, то вот эти бы лепесточки тоже получились очень тонкими. И смотрится это некрасиво. Вообще, когда вы вяжете цветы, бабочки, используйте такую пряжу более плотную, более объемную. Чтобы наши украшения выглядели поэффектнее. Если бывает, что у вас только тонкие нитки, то тогда лучше связать даже в две нитки. Итак, довязываем до конца. По двумя воздушными петлями мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. И между элементами мы провязываем по столбику без накида. Довязываем так все-все лепесточки до конца. Вот такая красота должна получиться. Всего в нашем цветке 3 ряда. Поэтому сейчас мы с вами его довяжем. Посмотрите. Вот я почти довязала до конца. Мне остался всего один лепесток. Как вы видите, вязание еще больше стало закручиваться. Этого мы и добиваемся. Довязываем крайний лепесток. Также 7 столбиков с одним накидом. Ничего не меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем нам нужно провязать столбик без накида. Куда же мы будем его провязывать? Находим третью воздушную петлю подъема. Заводим в нее крючок. И провязываем столбик без накида. Все. Лепесток у нас готов. Нужно теперь закончить вязание. 2 воздушные петли. Отрезаем ножницами нить. И затягиваем узелок. Нитку нужно будет аккуратненько заправить. Узелок делаем тугой. Вот у нас две ниточки. Нужно будет их заправить. Когда мы вяжем много столбиков с накидом, то очень удобно вот сюда заправлять ниточку. Но я всегда советую взять крючок поменьше, когда мы заправляем ниточку, а не тот, которым вы вязали. И вот так аккуратненько заправляем. Все. У нас почти готов цветочек. Снимаем булавочку. И теперь будем заворачивать наш цветочек. Вот первый лепесточек у нас. Нужно сейчас будет сделать цветок. Расправить его. Лепесточек к лепесточку соединить. Если мы будем вот так закручивать наши лепестки, то в итоге мы получим с вами очень красивую розочку. Поглядите, какая чудесная розочка получается. Очень нежная. Остается только с изнаночной стороны прошить ниткой с иголкой. И розочка у нас готова. Но мы с вами вяжем сейчас не розочку, а цветок по типу ромашки. И нам нужно создать круг. Сложить лепестки так, чтобы получился круг. И лепесточек к лепесточку сзади. Складываем, чтобы нижние лепестки не сдвигались, а находились прям друг под другом. Все. Теперь основная у нас работа проделана. Можно вот так, кстати, чуть-чуть верхний ряд сдвинуть. Тогда цветок у нас получится пообъемнее. Или просто вот такой плоский будет. Если мы правильно расправим каждый лепесток к лепестку. Теперь берем ниточку и иголку. И нам нужно будет прошить наш цветок. Особенно это касается основания его. Вот в серединке прям обязательно нужно прошить ниткой с иголкой. И я еще советую каждый лепесточек также подшить. В серединке каждого лепесточка мы тоже немножко надо подцепить. Посмотрите. Потому что изделия в дальнейшем будем стирать. Там при носке, чтобы у нас не лохматился наш цветочек. Хорошо держал форму. Поэтому вот в середине каждого лепестка также нужно будет прошить. И вот что у нас получится. Обязательно первый самый лепесточек вот этот очень хорошо. Еще надо будет прошить по краю. Поглядите. Вот наш лепесток. И прям вот здесь по краю нужно будет аккуратненько прошить. И зафиксировать его, чтобы он никак не потом не болтался. Вот так. Все. Основная часть у нас готова. Сейчас мы только свяжем с вами сердцевину. У меня из желтых ниток только были коко. Эти нитки потоньше, чем пихорка летняя. Поэтому я буду вязать в две нитки. Как это делается? Я вам уже показывала. Мы берем основную нитку и кончик достаем изнутри моточка. Вот. И вяжем так в две нитки. Крючок я оставила точно такой же. И когда мы вяжем сердцевину, желательно вязать ее чуть-чуть поплотнее. Далее нам пригодится небольшой кусочек синтепона. Это может быть наполнитель вашей подушки. Немножко оттуда утащить. Потому что совсем-совсем немножко. Холофайбер, холофан. Любой наполнитель нам подойдет. Вначале мы делаем первую рабочую петлю. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заводим крючок в первую петлю. И замыкаем нашу цепочку. Протягиваем вот так нитку. Все. Вяжем первый ряд. Одна воздушная петля подъема. И теперь в каждую воздушную петлю цепочки. Нам нужно будет вязать по два столбика без накида. Воздушную петлю подъема как столбик без накида мы не считаем. Итак, вяжем в каждую воздушную петлю цепочки по два столбика без накида. Всего в первом ряду получается воздушная петля и 6 столбиков без накида. Но иногда, чтобы у нас хорошо закруглился ряд, можно провязать еще два столбика без накида. Например, в соединительную петлю. Тут каких-то жестких правил нет. Нам очень важно, чтобы ряд закруглился. Заводим крючок в первый столбик без накида и с ним соединяем. Все. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Опять воздушную петлю подъема делаем в начале ряда. И также, начиная с самой первой петли, вяжем в каждую петлю предыдущего ряда по два столбика без накида. Нам нужно сейчас связать кружочек такой аккуратненький. Два столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Кстати, забыла сказать, что при вязании крючок всегда заводим за обе стенки. Потому что иногда мы вяжем и заводим крючок за заднюю стенку, иногда за переднюю стенку. А тут мы всегда заводим при вязании таких декоративных элементов за обе стенки. Находим первый столбик без накида и соединяем. Вот теперь прикладываем нашу сердцевинку к цветочку. Поглядите, можно сделать сердцевинку побольше, попышнее. Можно оставить небольшой. Если вам достаточно, то следующий ряд вяжем, не делая никаких прибавлений. В начале ряда делаем одну воздушную петлю подъема, а затем по одному столбику без накида в каждую петлю. Не делаем никаких прибавлений в этом ряду. По одному столбику без накида в каждую петлю. За счет этого ряда, в котором нет у нас прибавлений, сердцевинка получится более объемной. То есть мы сначала вяжем круг, затем один ряд без прибавлений, и только потом мы начинаем делать убавления. Вот такая вот сердцевинка у нас получится. Довязываем круг и соединяем с первым столбиком без накида. Все. Теперь я буду делать убавления в каждом ряду. Воздушную петлю подъема провязываем и столбик без накида в первую петлю. Затем делаем убавление. Заводим крючок в следующую петлю и только протягиваем нить. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Сейчас мы с вами провязали 2 столбика без накида вместе. В следующую петлю провязываем столбик без накида. Затем снова провязываем 2 столбика без накида вместе. И в следующую петлю просто столбик без накида. То есть тут мы чередуем. Один раз провязываем столбик без накида. Один раз два столбика без накида вместе. Снова столбик без накида. Два столбика без накида вместе. Из трех петель делаем одну. Как сейчас. Опять столбик без накида. И в конце остается 2 столбика без накида. Провязываем вместе. Вот что у нас получается. Вот такая красота. Сейчас нам нужно закончить ряд. Провязываем 2 столбика без накида вместе. Соединяем начало и конец ряда. Теперь берем наполнитель. Это, как я уже сказала, может быть синтепон, кусочек. Холофайбер, холофан, что угодно. Потому что нужно всего немножечко, чтобы сердцевинка держала в будущем форму. Но лучше вот обратной стороной крючка наполнить сердцевинку наполнителем. И теперь можно уже пришить сердцевинку к цветочку. Но лучше провязать еще один ряд с убавлениями. И в этом ряду можно сделать убавление в каждой петельке. То есть подряд мы провязываем по 2 столбика без накида. Снова 2 столбика без накида вместе мы провязали. Опять 2 столбика без накида вместе. И таким образом мы полностью... У нас сердцевинка будет закрыта с обратной стороны. И наполнитель у нас уже не вылезет. Видите? 2 столбика без накида провязываем вместе. Тогда вязываем до конца ряда. И соединяем начало и конец ряда соединительной петлей. Вот она. В конце вязания делаем 2 воздушные петли. Отрезаем ножницами нить. Затягиваем тугой узелок. И пришиваем нашу сердцевинку. Посмотрите, как объемная получается. Очень красивая. Поэтому я всегда советую вязать из объемной пряжи или в 2 нити, как сейчас у меня. Итак, 2 воздушные петли. Провязали нить. Отрезали узелок. Затянули. Теперь заправим кончик нити прямо вовнутрь нашей сердцевинки. Можно в несколько этапов, как сейчас. Как бы запутываем нашу ниточку, чтобы она у нас точно осталась в самой сердцевинке и не вылазила в дальнейшем. Вот. Поправим. Все. Теперь остается нам только пришить сердцевинку к цветочку. Связать листики. И наш цветок готов. Таким цветком можно украсить платье, которое мы с вами вязали. Ссылочку на данное платье я также укажу в описании к видео. Сначала мы выкладываем листики, затем цветок и сердцевинку. Берем обычную нить с иголкой и пришиваем наш цветок. Также можно добавить божью коровку. Это обычная пуговка, которую можно купить в магазинах для рукоделия. Но на этом все. Я очень надеюсь, что данное видео вам пригодилось и было понятным. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.